Добрый день! Я приветствую вас на своем канале. И сегодня я продолжаю прогулку по району Лефортово. Я нахожусь возле храма Петра и Павла Лефортово. Я вам рассказывала об этом храме, когда показывала солдатскую слободу. Этот храм является центром солдатской слободы. Но когда я снимала, его было плохо видно за зеленью. Он тогда был закрыт в связи с карантином. И вот сейчас я смогла сюда попасть. Храм был построен в 1613 году и был освящен в честь Николая Чудотворца при участии царя Михаила Федоровича Романова. В 1696 году храм перестроили по инициативе полковника Франца Лефорта и заложили деревянную церкви для солдат 1-го московского полка, освященную в честь апостолов Петра и Павла. А в 1711 году на месте деревянной церкви был построен нынешний каменный храм. В советское время храм не закрывался, сохранились колокола. В 1991 году был освящен небольшой крестильный храм Архангела Михаила, а в 2000 году часовня с распятием Иисуса Христа. Вот ее можно здесь при входе наблюдать. Храм Пятиглавы. Кроме того, имеется по одной главе над каждым из пределов. Колокольня с восьми колоколами шатрового типа. Снаружи имеются три входа. Над одним из входов, над западным, находится изображение казанской иконы Божьей Матери, над северным – Печорской иконой Божьей Матери, над южным – Владимирская икона Божьей Матери. Высота храма с крестами – 38 метров. В храме находится Почаевская икона Божьей Матери, икона Божьей Матери – нерушимая стена, тавчек с мощами, Смоленская икона Божьей Матери, икона первоверховных апостолов Петра и Павла, иверская икона Божьей Матери, икона святителя Николая Чудотворца, икона Божьей Матери Неопалимая Купина, и икона святого блаженного князя Александра Невского. Надо сказать, что я, когда вошла вовнутрь этого храма, какое-то такое додрожжи прямо вот, какой-то настолько он намоленный, настолько он какой-то очень древний, очень старый, и вот в нем как-то какое-то особое такое чувство испытываешь внутри. Но я не стала там снимать, там, во-первых, темно, во-вторых, я не люблю снимать в храмах. И должна сказать, что, конечно, производит такое очень незабываемое впечатление храм. Ну вот, я обещала вам тогда снять этот храм, когда снимала солдатскую слободу, обещала об этом храме рассказать, обещала его показать, что я и сделала сегодня. Это распятие Иисуса. Вот. И вот так вот, такой коротенький обзор у меня сегодня получился. Ну, думаю, что вам было интересно, потому что, опять же повторюсь, это одна из главных достопримечательностей солдатской слободы и района Лефортова. А я с вами на это буду прощаться. Жду вас на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, будьте моими подписчиками. Всем пока-пока, до встречи, всем удачи, до свидания.